МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А замруководитель ФНС Кирилл Янков добавил, что в системе работает почти 15 тысяч человек. И неудивительно, что кто-то из них нарушает закон. Налоговая инспекция номер 28 уже не первый раз становится фигурантом скандала. Семь ее сотрудников, включая бывшую руководительницу инспекции Ольгу Степанову, входит в список сенатора Кардина. Это список, куда включены 60 российских чиновников и госслужащих, причастных к делу Сергея Магницкого. По мнению бывшего руководства, умершего в СИЗО юриста, налоговики из 28-й инспекции помогли незаконно возместить НДС и налог на прибыль по поддельным документам, специально созданным для этого однодневкам. Но, однако, все-таки уже ФНС заявили, что обыски никак не связаны с делом Магницкого. И, по словам руководства службы, они уже давно недовольны работой московского управления. Там постоянно росла налоговая задолженность, и эти обыски – часть кадровой работы, направленной на улучшение этой службы. Вот на эту тему, собственно, мы вам предлагаем поговорить. Это уже… Ну, хотя и это тоже политика в какой-то мере. Ну, нет. Вот здесь как раз, я думаю, должно быть меньше политики, потому что налоговая система достаточно чувствительна к таким вещам, плюс ко всему прочему. К сожалению, в последнее время принцип налоговой системы был следующий. То есть налоговый инспектор, который идет на проверку частной компании, ему вменялось по логике, сколько он должен выписать акт, на какую сумму должен быть выписать. Считалось это очень просто. То есть в данном случае есть объем оборота компании. Понятно приблизительно, сколько эта компания должна платить налогов. В среднем по России данный вид бизнеса уже считается. Хочешь, не хочешь, должен изыскивать, да? Если ты платишь меньше, ты реально должен принять до среднего уровня, актом нужно дотянуть. Ну, этим очень много пользовались налоговики. Четко сейчас было сказано по поводу московской налоговой службы. Мы участвовали во многих, извините, во многих арбитражных процессах, где налогоплательщик оспаривали акты, которые выписали налоговики. В 80% случаев акты отменялись, либо частично отменялись, либо полностью выигрывали процессы в связи с тем, что неграмотно, либо сознательно выписывались такие акты. Понятно для чего. Чтобы держать в узде бизнес. И после того, когда очень активно стали бороться с административными барьерами, а эта борьба началась там 3-4 года назад, такие факты начали опубликовываться, вскрываться, об этом стали часто говорить. Но, и плюс ко всему прочему, еще эти схемы иногда выстраивали сами налоговики совместно с налогоплательщиком, чтобы получить незаконные вычеты по самому криминальному налогу, это НДС. Почему? Потому что это косвенный налог, потому что он большой, потому что всегда есть соблазн получить незаконный вычет и поделиться с ним налоговым инспектором. Вы, то есть, видите в этом только чистку рядов, борьбу с криминалом, и не видите, как это часто происходит сейчас, к сожалению. Мы же понимаем, что это, наверное, не в одном московском только отделении происходит. Вот в московском отделении обороты совершенно другие, суммы совершенно другие. Если, к примеру, в Центральной налоговой инспекции начальник налоговой инспекции берет взятку 450 тысяч рублей, его за это осуждают, это факт, который буквально полгода назад, я могу фамилию назвать этого героя, фамилия Танких, я могу сказать, что это большая сумма для города Оренбурга. Для Москвы 450 тысяч, а вот 2 миллиарда, да, это резонансное дело. Это одно маленькое разрешение на что-нибудь. Ну, вы понимаете, да, и поэтому о резонансных делах, и говорят в такой степени, я считаю, что похищение, точнее, попытка, чтобы похитить эти средства, покушение на похищение, вот, в данном случае, вот, есть смысл расследовать, более того, есть смысл довести это дело до логического завершения. Почему? Потому что и по фирму-однодневкам, и таких схем по возмещению НДС очень много. Ну, окей, Александр, да. И с экспортом товара. Да, сейчас вот накажут конкретно взятых там вот, там, замглавы ОФНС этого отделения, может быть, еще кого-то, может быть, даже какой-нибудь глава, потеряя, так скажем, насиженное место. Но ничего же не изменится. Точно так же с них будут требовать, вот, ровно столько вот взыскивать налогов, ровно такое же количество дел сдавать? На самом деле, ситуация сейчас меняется, потому что критерии оценки деятельности налогового инспектора уже входят, если ты выписываешь шаг, ты обязан за него отвечать. Если у тебя там взыскивается гораздо меньше, чем ты пишешь, значит, ты не подходишь, значит, ты некомпетентный, ты не соответствуешь профессиональным признакам, тебя просто за это могут уволить. Потому что сейчас есть критерии оценки деятельности налогового инспектора. Они уже официально введены, и по ним уже, как бы, оценивается деятельность. Но вот очень важный момент, на который я сейчас обратил внимание, мы говорим о либерализации налоговой системы. Хочу напомнить, что НДС, вот, к примеру, по капвложениям возмещался, и было очень много «но», законодательно прописано в налоговом кодексе. Два года назад, в связи с тем, что действительно очень много было обращений, в связи с тем, что и налоги непомерны, что надо снижать налоговые бремя, договорились о том, что не обязательно там акт ввода в эксплуатацию, не обязательно с права собственности на объект, чтобы получить возмещение. И стали возмещать средства по КС-2, КС-3 и акт о выполненных работах. И вот тут, с одной стороны, большое благо для добросовестного налогоплательщика, это очень хороший шаг был со стороны государства с точки зрения там снижения налогового времени. Но и, с другой стороны, огромное поле для мошенников, и не для добросовестных, или, как это сказать, нерадивых налоговых инспекторов. Огромный шаг. И вот этим шагом они сегодня воспользовались. Да, хорошо, мы видим, что воспользовались. Что будет дальше? Ну вот хорошо, кого-то посадят, может быть? В данном случае... Что-то изменится вообще? Да, в данном случае нужен более жесткий контроль за этим действием. А самое главное, если выписывается акт, либо есть акт о возмещении, суммы должны приходить в бюджет. Если хотя бы копейка не приходит, возбуждаться должна внутренняя налоговая безопасность, внутренняя служба безопасности, должна возбуждаться и немедленно проводить проверки. Не надо ничего ждать. Тем более по самым криминальным налогам, как такой НДС. А если предположить... Что внутренняя служба безопасности, может быть, тоже как-то заинтересована? Даже нет. Тогда мы сейчас выстроим эти цепочки и пойдем... Нет, но известны цепочки не только же ФНС, а в принципе они известны, когда высокий руководитель имеет определенные связи с нижестоящими и назначает их, или, по крайней мере, содействует их назначению. Правильно, у нас есть примеры, когда там таможенные службы, то есть руководитель ставит задачи, сколько и как нужно собирать. Но полочная система ведь практически во всех проблемах работает. ГИБДД теперь, полиция, дорожная служба, да, то же самое. Должны вот столько-то за смену насобирать нарушителей, это же все знают. Кроме того, что... Они даже сами это говорят. Кроме того, что вот такая вот борьба, и кроме того, что мы должны опубликовывать такие вещи, делать их публичными, вот другого пути нет. Почему? Потому что есть рассказ Чехова «Стена», еще там 200 лет назад, когда он рассказывал о том, что у нас это коррупция, взятки... Давайте, да, не будем пересказывать. На самом деле, все понятно, что нам остается только говорить об этом. Не говорить. И ничего сделать мы не можем. Извините. Вы сидите в Госдуме. Что вы говорите? Есть факт, должны быть определенные следствия. Есть нарушения, должны быть конкретные люди наказаны. Более того, мы не можем устащить налоговое законодательство, потому что мы сегодня либерализуем наоборот. И барьеры мы сегодня снимаем. Так и так уже все в серую ушли почти. Действительно, это же... Бизнес признается в том, что там в связи с повышением социальных взносов всем пришлось опять вернуться к конвертам. Нет, вы не знаете этого? Нет, я, честно говоря, вот от вас слышу, я знаю, что... Я вам потом, просто сейчас уже нет времени, я вам расскажу, честное слово. Очень много интересных случаев. Извините, я вам хочу... Наоборот, как раз, нормальный ответственный бизнес в виде деловой России. Нет. И опора России ставит вопросы, и эти вопросы решаются. Извините, не прошло даже и полгода, как этот вопрос сегодня был решен практически в Государственной Думе, когда было сказано о том, что с 2012 года страховые износы будут понижены до прежних уровней, как минимум. Это первое. Так как только повысили с первого числа, с первого января? Второе. Мы смогли отстоять для большой категории бизнеса пониженные страховые износы для айтишников, для инновационного бизнеса, для малого бизнеса в сфере производства, для компаний, которые будут работать с полковой. Премьер Путин сказал, что не стоит торопиться с понижением социальных взносов, которые мы с таким трудом повышали. Премьер Путин прекрасно говорил о том, когда повышались страховые износы, мы говорили о огромном дефиците, мы говорили о кризисе и огромном дефиците бюджета, как и в небюджетных фондов, так и федерального бюджета. И на самом деле нужно было чего-то делать, потому что 1 триллион дефицита, извините, так долго продолжать. Понимал, и финансовые подушки безопасности, который так назывался резервный фонд, могло на долго не хватить. Которая все время почему-то куда-то уходит при госзакупках. Помните, как раз 1 триллион. Ну, это другая история, о нем мы тоже можем поговорить в другой раз. Большое спасибо, Александр Коган, зампредкомитета Госдумы по бюджету и налогам. Смотрите в базовом пакете НТВ Блюз, Континент ТВ, в ваших айфон и айпад и на сайте tvrain.ru